Вот на этом месте была довольно глубокая лужа, которой невозможно было перейти вброд, поэтому люди вынуждены были обходить по проезжей части для того, чтобы попасть туда, куда им надо дальше. И это была не единственная претензия к состоянию дороги на улице Садовой, где находится образовательное учреждение. Предупреждающие дорожные знаки и разметка пришли в негодность и требовали обновления. В этом году объект отремонтировали. На средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги» рабочие обновили проезжую часть и тротуар. Разметка очень важный момент, потому что зачастую водители не обращают внимания на какие-то знаки. Когда есть и знаки, и разметка, и понимание того, что школа рядом, наверное, это спокойнее уже для родителей и для педагогов. Руководитель учебного заведения считает, что в дальнейшем рядом с лицеем не помешает устроить искусственные дорожные неровности. При виде такого препятствия лихачи сбрасывают скорость, а тем, кто не притормаживает, приходится тратиться на новую подвеску автомобиля. Такие средства безопасности можно встретить по всему городу. И не только на дорогах, отремонтированных по нацпроекту. Например, минувшим летом в районе пересечения улиц Артемовской и Ивана Булкина рядом со школой сделали искусственные неровности. Дарья Кремущенко говорит, теперь ей спокойнее за дочь, которая в этом году пошла в школу. Это очень удобно, когда ребенок ходит сам. Сейчас понятно, что мы ее сопровождаем, но в дальнейшем у меня еще один ребенок тоже будет ходить. Мы живем достаточно близко, но когда пешеходный переход, то есть гарантия того, что ребенок перейдет спокойно. Состояние дорог держат на контроле специалисты профильного городского департамента, сотрудники госавтоинспекции и общественники. Они выезжают на адреса, где расположены учебные заведения, и проверяют, отвечает ли проезжая часть и прилегающая к ней территория требованиям безопасности. В начале текущей недели оценили улицу Самарскую. Там дорога включена в список обновляемых по нацпроекту. Была осмотрена локация у перекрестка с улицы Вилоновской, вблизи школы номер 6 имени Ломоносова. Этой процедурой мы занимаемся каждый год, и адресность уменьшается по опасным маршрутам, и безопасность школьников увеличивается. Мы с сотрудниками госавтоинспекции, с сотрудниками администрации города Самара проезжаем эти адреса и контролируем ход производства работы. Задача нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и партийного проекта «Безопасные дороги» – обеспечить безопасность всех участников движения, как автомобилистов, так и пешеходов. Информацию, полученную в ходе осмотра объектов, собирают в региональном штабе партии, затем передают в Москву. Там ведется контроль за состоянием школьных маршрутов, разработкой и выполнением плана по устранению недочетов. Выход на проезжие части есть у 170 самарских образовательных учреждений. Обследование участков возле них организовали с августа. Замечания были. В процессе подготовки к началу учебного года недочеты своевременно устраняли, более чем на 40 локациях. Мероприятие разрабатывается по итогам анализа аварийности. В текущем году совместно с ГИБДД был сформирован перечень из 141 участков, на которых необходимо проводить работу. В том числе это 18 очагов концентрации ДТП, где было более трех пострадавших в течение года. В настоящий момент работы ведутся. Порядка 60 адресов уже отработаны. До начала октября в Самаре появятся новые светофоры, а режим работы остальных будет отрегулирован. Ксения Баканова, Валерий Майоров. События. Ксения Баканова, Валерий Майоров. События.